в общем готовлюсь к отпуску решила все-таки еще раз прокрасить корни зашла в пересмахерскую значит сейчас посмотрим что получилось значит кто будет спрашивать про краску какая краска вот честно ни разу такой краской я не пользовалась итальянская какая-то краска constant delight constant delight значит с витамином c я смотрю у нас здесь оттенки вот такие вот два оттенка взяли 10 1 и 10 0 10 0 чуть-чуть 30 процентов а вот эти вот 10 17 приятный бонус огромный чашка с кофе ну что вышла из парикмахерского такого получился эффект покрасили корни ну и соответственно потом протянули этот цвет уже по всей длине вытянули на сегодня волосы это все конечно же на один-два дня потом все придет в свою норму я так вытягивать не умею да и не хочу собственно говоря мне проще знаете так это закрутить косички в общем если кому-то в зеленограде нужно то это вот в андреевке находится салон николь девушка прям такая приятная парикмахер ну очень мне понравилось прямо с удовольствием я с ней пообщалась и видно знает что делать хотя она изначально предлагала мне эмилирование гране эмилирование не хочу потому что это очень долго сидеть а у меня сегодня еще маникюр сегодня нужно приготовиться уже по полной программе вылетать мы должны в общем речь рейс у нас ночной вылет нам перенесли должны были мы лететь из аэропорта шереметьево специально покупали как билеты на так как у нас рейс чартерная как вы знаете чартер могут перенести в любой момент в любой другой аэропорт могут изменить время почему собственно говоря не рекомендуется брать чартер но зато билет стоил на 15 тысяч дешевле а как вы знаете что скупой платит дважды поэтому здесь либо ты экономишь либо ты переплачиваешь на летишь регулярка и точно из того места из которого вам надо ну собственно говоря знаете перед отпуском когда ты летишь в отпуск уже в принципе все равно у тебя просто уже такое вот настроение шикарное просто из-за того что ты летишь в отпуск поэтому его уже испортить ничего не может но если только знаете как рейс задержат надо на 12 часов тогда да вот поэтому сегодня будет у нас знаете такое видео посвященное сбором сбором в дорогу чемодан я буду собирать сегодня сегодня у нас пятница за два дня до вылета для того чтобы если выяснится что нет каких-то не хватает каких-то вещей в дорогу можно было что-то докупить либо постирать либо еще что-то так вышла из маникюрного салона вот такую сегодня красоту себе навела под часы чтобы хоть как-то это гармонировал значит если кто из зеленограда то это корпус корпус какой же по моему 20 05 корпус и вот здесь вот предпоследний подъезд ну мало ли вдруг кто-то зеленограда смотрит кому-то по кому-то понадобится голос и покрасили ногти покрасили маникюр сделали можно идти со спокойной совестью собирать чемодан ну что начинаем собирать чемодан собственно говоря самого чемодана вот это мой любимый чемодан у меня кстати много чемоданов дом но вот это мой любимый даже у него у меня одно время отлетело колесо мы заменили колесо потому что я этот чемодан обожаю знаете за что за то что он супер легкий он практически ничего не весит где-то наверное грамм 300 потому что все чемоданы особенно вот какие-то такие пластиковые чемоданы они весят порядка там двух килограмм килограмм 800 когда едешь обратно этот килограмм 800 очень много значит это во первых во вторых здесь у меня есть карманы это очень удобно знаете когда в последний момент ты что-то забываешь то можно какие-нибудь там допустим тапочки еще что-то положить в карман не открывая сам чемодан ну и плюс у него есть еще расширитель то есть как бы можно чуть-чуть его расширить если там у вас не вмещается что значит фирма фирма не знаю вот она здесь написано в общем-то как бы покупала я его в каком-то фирменном магазине вот слушайте сама удивляюсь на такое огромное количество вещей которые мне нужно вместить дашку от пошатачить когти вот в этот чемодан вот в этот небольшой чемодан но понимаете здесь в принципе вот все нужное то есть нет чего отказаться я не могу сейчас посмотрим может быть я что-то урежу давайте начнем самого главного для меня в турции очень часто в отелях не хватает розет поэтому я всегда с собой беру удлинитель далее ванина одежда на две недели я считаю что нужно взять как минимум три пары шорт для ребенка учитывая что он постоянно где-то там может испачкаться либо еще что-то значит одни вот такие вот поплотнее как брючная ткань здесь и одни вот такие вот простые чтобы ничего не стесняло его движений одни темные на вечер одни светлые на день три штуки далее значит плавки шорты вот такого вот плана два цвета одни сохнут в других ходит так как мой ребенок постоянно сгорает вот соответственно беру вот такую вот мы купили кто меня смотрел в крыму рубашечку с длинным рукавом в ней можно и купаться и просто находиться на пляже для того чтобы ребенок не сгорел ну и футболки футболок я беру много потому что ваня у меня пачкает все очень быстро сходил на завтрак футболка испорчена так далее мои вещи мои вещи значит самое главное для меня на отдыхе это шорты я не люблю платье кто мне давно смотрит платье практически не ношу поэтому для меня самое главное это шорты шорты тоже так же как у ивана у меня три штучки мы с оксаной покупали вот такой вот костюм пола асан мне они очень нравятся потому что они легкие они прям легкие-легкие невесомые вот это вот для пляжа самое оно вот выйти чисто искупаться конечно по городу в таких не будешь ходить и он как костюм сделан с майкой вот с такой вот тоже точно такой же легкой мальчик ай вот это вот чисто пляжный вариант на пляж далее для пляжа вот такое вот пляжное платье которое я покупала в таиланде я думаю что кто был в таиланде все такие платья видели очень удобно потому что здесь длинный рукав и соответственно вы если сгорели или не хотите сгореть то всегда вам будет счастье в этом платье берем его далее спать спать тоже в чем-то нужно поэтому я беру вот такой вот костюм для сна ну и футболки футболки и майки в основном конечно майки потому что в турции сейчас жарко я ничего не беру теплого значит вот такая вот маечка пола асан мне она очень нравится вот такая вот футболочка вы все ее видели заказывала на ваутберрис вот это вот костюм вместе вот с этой рубашкой эта рубашка может служить как пляжным вариантом в том числе и я в ней поеду потому что рубашка с длинным рукавом но тем не менее легкая вот это вот ансамбль костюм значит вот такая вот футболка тоже полосы в этом году мы прям хотим с оксана попасть полосы на счет купить вещей потому что мне очень нравится качество и вот таких вот еще две маечки они такие вот легкие хлопок и плюс вот такая вот еще типа как праздничная маечка все осталось это все уложить вот это вот футболка еще чем хороша у пола асан тем что она не мнется в турции всегда проблема с глажкой то есть либо вы с собой везете какой-то маленький утюжок либо вы ходите вне разглаженных вещах либо есть еще один вариант которым я пользуюсь я включаю душ горячий какое-то время он у меня работает образовывается пар ванной и соответственно как бы вещи под воздействием пара разглаживаются единственное что знаете как бывает проблема для того чтобы это сделать нужны плечики а плечики есть некоторые отели где плечики не снимаются то есть но как бы они могут их можно вынуть но у них нет вот этого вот крючка то есть гвоздики такие да чтобы плечики с собой люди не увозили вот поэтому иногда я беру с собой какие-то такие одни плечики чтобы можно было повесить какую-то одежду чтобы она разгладилась такая вот есть еще очень симпатичная маечка мне она очень очень нравится знаете тем что она очень очень легкая несмотря на то что это не хлопок а я люблю вещи в основном из хлопка и синтетики практически не покупают так вот вот это вот мне кажется синтетику но тем не менее в ней не жарко на удивление она тоже не особо мнется а это прям вот для отпуска очень-очень большой купальник вот таких вот они два платка можно и вокруг тела обернуть и вокруг головы вроде бы вещей немного но уже пол чемодана фактически у меня заполнена соответственно белье в ванне обычно я всегда в пакетах складываю чтобы удобно было распаковывать и купальники купальники даже еще некоторые с биркой раз купальник отрезаем отрезаем бирочки кстати мне многие написали и даже не только многие написали но еще подруга моя сказала наташа горит что вот это год удешевляет брошки вот эти удешевляют купальник а мне нравится как сброшка 2 купальник 3 купальник я так думаю не многовато ли мне купальников 4 купальник вот таким вот образом все это выглядит это же точно также убрать пакет пакеты вот эти вот и киевские меня всегда спасают но не обязательно и киевские можно любые пакеты брать конечно же но киевские мне нравится что они на защелке и еще в чем плюс когда назад возвращаешься и если поздний вылет что туда туда получается ранее вылет обратно поздний вылет и ты еще обычно полдня купаешься купаешься потом переодеваешься соответственно у тебя остается мокрый купальник а вот эти вот пакеты они всегда просто спасать потому что можно мокрый купальник положить туда вот таким вот образом выглядит купальник так считаете что все основной практически уже упаковал значит для номера в номере допустим вечером ты пришел тебе нужно во что-то переодеться вот это вот мое любимое платье такое багира на пляж я в нем ходить не буду но по дому мне кажется очень даже ничего особенно мне этот цвет понравился такой насыщенный темно-синий цвет ну а дальше самое сложное это собрать аптечку у меня она вот такая вот большая вы знаете youtube не любит когда называют какие-либо лекарства но скажу одно что у меня здесь обязательно есть энтерос гель от отравления если вдруг что обязательно есть энтерофорил если что-то серьезное с желудком допустим произошло у вас то серьезно какое-то отравление еще какие-то выделения значит флемоксин салютап как антибиотик тоже обязательно всегда с собой беру бепантен дюспаталин это типа как нож по обязательно жаропонижающие это норофен и парацетамол церукал противорвотная в общем но я в обязательном порядке так как ваня у меня аллергик у меня всегда с собой какие то есть против аллергические средства в данном случае я беру супрастин и беру элиус вот значит вот такая вот аптечка отправляется в чемодан но и вот такая вот огромная сумка здесь знаете как все вместе все вместе и она вот реально большая но здесь вот понимаете здесь все нужно и ничего в принципе отсюда достать невозможно обязательно вот такой вот у меня есть крем он дешевый крем но у меня кожа склонная к высыпания вроде бы юношеский возраст уже давным-давно прошел но тем не менее и очень много перепробовала кремов разных дорогих кремов каких-то люксовых дешевых средних остановилась вот на этом остановилась на протяжении уже наверное года я им пользуюсь как только я пытаюсь что-то сменить мне недавно подарили муж заказал он мне любитель заказывать в интернет-магазине вот типа что-то часов каких-то либо еще что-то и купил мне крем так вот крем вроде бы не как относительно 2 с лишним тысячи стоил но мне он не подошел а вот этот вот стоит порядка 200 рублей подходит просто идеально так вот такое вот средство для волос праймер для волос мне он нравится тоже беру его с собой обязательно ватные палочки потому что я не умею краситься аккуратно всегда когда я использую тушь у меня остаются какие-то следы от этой туши и без ватных палочек я просто не могу значит для ваньки для себя в обязательном порядке очки у нас с вами двое поэтому без них некуда собирается нырять вот такая вот красочная разноцветная расческа обязательно всегда со мной станок бритвенный это из какого-то одноразового набора но как бы такая вещь тоже которая всегда нужна и про которую кстати очень часто забываешь в принципе это всегда можно подкупить на месте обязательно с собой есть маникюрные ножницы сама я разумеется маникюр себе не делаю но тем не менее мало ли что потребуется там внезапно поэтому такой вот наборчик вместе кстати с иголочкой у меня всегда есть и помимо этого тоже где-то в каком-то а в ашане по-моему я покупала такой вот набор еще с ниточками потому что тоже бывают какие-то такие неприятности когда тебе что-то нужно зашить а этого нет зубные щетки с тайской зубной пастой много места на не занимает опасно кстати отлично последнего мне осталось так что нужно ехать в таиланд начну какие-то вот такие вот женские необходимые штуки значит после загара если вдруг кто-то сгорел обгорел или просто кожа покраснела то вот для успокоения гель алоэ вера очень хорошо подходит вот такое вот маленькое средство от загара но вы знаете я так как во первых я уже загорел и вообще очень редко сгораю очень редко поэтому максимум что вот я пользуюсь это вот для лица до немного могу это у меня потом сыпь обычно после любого средства мне потом сыпь от солнца вот поэтому беру для вани но баню тоже по возможности стараюсь защищать одеждой потому что вот на вот это вот все у него тоже потом идет раздражение но беру на всякий случай зеркало у меня всегда есть собой и какие-то вот такие вот штуки которые в отеле иногда забираешь с собой когда ты их не используешь гель для душа шампунь ну то есть вот такой на всякий случай в принципе это в отеле должно быть но там по моему только шампунь собой никакие шампуни бальзамы я отсюда брать не буду потому что в турции продается вот это вот марка который мне нравится дала я там на месте возьму и буду там пользоваться этим поэтому это все мне не нужно вот такой вот маленький крем для рук хотя тоже опять-таки в отпуске на море я ни разу еще не воспользовалась вот этим кремом я всегда с собой вожу какие-то такие маленькие варианты вот такой вот маленький вариант у меня крема но маме может быть потребуется поэтому беру ножницы всегда есть потому что тоже разная ситуация маникюрные ножницы не всегда для этого подходит а это просто идеально и вот такой вот стик есть от солнца 50 процентов у него но то есть тоже вот как бы для лица да там если вдруг если что но опять-таки говорю что практически я вот этим вот не пользуюсь потому что кожа у меня но все говорят что нужно защищать кожу все такое но я не знаю как то я не любитель пользоваться вот этими всеми солнцезащитными средствами ну и пилочка без пилочки тоже никуда пилочка обязательно везде со мной вот принципе вот это все из основного что мне нужно взять с собой что я забыла еще это я забыла с собой взять одно единственное платье это беру ему исключительно из тех соображений что у оксаны 17 августа будет день рождения у моей сестры и но наверное куда-то мы пойдем поэтому нужно с собой взять взять платье на чем я не брала это я про чем она также у меня есть вот такая вот еще косметичка сюда пойдет тушь карандаш для бровей подводка и в принципе все больше из косметики я ничего не беру на вообще косметика я пользуюсь вот только то что я перечислила то есть в основном я использую тушь для глаз подводку и карандаш для бровей все больше я ничем не пользуюсь и невидимки беру с собой невидимки для того чтобы можно было сделать какую-то причастку для вани ваня у меня уже плавать научился но беру на рукавники тем не менее если допустим где-то вдруг поедем мы может какое-то открытое море будет либо еще что-то все-таки в нарукавниках мне спокойно если его так и так иван у меня поедет в кроссовках а с собой я ему беру вот такие вот тапочки специализированные вот такие вот кроксы значит больше никакие не беру потому что в любом случае я знаю по опыту что вани в основном в крокса ходит либо в кроссовках вечером поэтому ему этого достаточно себе беру вот такие вот мягкие тапочки вот такие вот босоножки и вот эти вот незаменимые тоже для плавания для пляжа они видите закрываются покупала их в таиланде очень удобно тоже заходить в море и в них плавать вот она беру с собой вешалку потому что реально в прошлый раз намучилась не на что было повесить вот так вот платье для того чтобы можно было его разгладить она много места не занимает зато повесил все на плечики и мало ли посмотрим кстати с вами как будет ну и разумеется нужно пляжная сумка в качестве пляжной сумки я беру вот такую вот тряпочную сумку для меня это самый идеальный вариант потому что она ничего не весит место не занимает но тем не менее два больших полотенцем все что вам нужно с собой вы легко в нее уместите всегда у меня есть с собой салфетки салфетки есть у меня как в чемодане так и во всех рюкзаках во всех сумках моя дамская сумка и здесь ваня себе уже приготовил машинки такой вот ваня в аэрофлоте подарили рюкзачок как-то раз он небольшой как раз таки от меня все спрашивали что же ваня носит в рюкзаке а носит он собой обычно свои на рукавники потому что их надуваешь и кажется что рюкзак большой и в рюкзаке чего-то много и вот какие-то свои такие игрушки соответственно все это тоже у нас уходит в чемодан и все собственно говоря чемодан я собрала больше никаких собой ненужных вещей ух ты вот это ненужная вещь вот это вот я забыла это чехол от камеры и как блогера вот это мне очень нужно что не оставила дом как блогеру значит мне нужно еще взять с собой технику значит что я с собой беру это вот такая вот камера соника меня спрашивают часто на что я снимаю вот на вот эту камеру снимаю но в основном снимаю вот если там под водой что-то нужно снять так на телефон не люблю я снимать на камеру потому что ничего не видишь вот идешь ты смотришь сюда и не видишь торчит у тебя торчат у тебя волосы куда-то там где это или еще что то то есть ты потом видишь только когда уже монтируешь а вот так вот и ничего не видишь поэтому не люблю камеру значит также у меня вот таких вот есть два пауэрбанка в обязательном порядке всегда их беру с собой самолет можно проносить такие пауэрбанк так камера провода соответственно от всего от этого безобразия проводов у меня будет много плюс у нас с вами всегда с собой вот таких вот два рюкзака значит ваня берет для планшета кстати я не вижу где его планшет куда он его дел значит у него планшет и обязательно с собой берет вещи для того чтобы переодеться в дороге в общем то я уже научена горьким опытом уже все-таки мы с вами довольно таки часто ваня пришел стать собираем даже такой красный доберу потому что подошел с мальчиком самокатом на самокате так поняли ваня подружился с мальчиком он на самокате и чуть ли в него не въехал почему ты мог ли называется это что-то с чем-то так вот когда я еду с ваней это всегда какая-то непредсказуемая ситуация почему да потому что в любой момент ему может быть плохо он плохо переносит дорогу поэтому я всегда езжу вот у меня с собой сумка всегда при мне да она спереди всегда болтается у меня всегда с собой вот эти вот пакеты и киевские но иногда бывает вот узнать он не контролирует вот это состояние грубанте хорошо даваньте хорошо только я отвернусь в сторону он не может себя проконтролировать и в общем ему становится плохо и все выходит поэтому всегда с собой у меня как минимум два запасных комплекта одежды для вани какие-нибудь шорты и футболка вот в этот раз самолете была такая вот ситуация все вроде бы нормально взлетели не тошнило все было хорошо стал пить чай что ли ему принесли под подавился поперхнулся все что до этого съел у него я даже глазом не успела моргать не пакетик подставить я пил что-то и шоколад чем-то но это не важно важно уже чем все это закончилось поэтому знаю вот эти вот все особенности я всегда с собой беру да пусть кушает травку вань дополнительную одежду ну и соответственно так как может и на меня попасть тоже в том числе что-то то я тоже себе всегда беру какую-то хотя бы запасную у меня действительно собой 10 масок ваню прав вот такие вот одноразовые маски у меня 10 у мамы будет у оксаны на всякий случай как бы но если требует маски то соответственно они у нас с собой есть всегда у меня в дамской сумке есть зарядка для телефона лежит и небольшой пауэрбанк здесь очень удобно что сумка она вот именно с тремя отделениями 1 какой что пауэрбанк какой твой вон маленький intel я возьму себе сумку пауэрбанк нет что у меня но внутри что ты делаешь это андрей вам показывать что он существует как-то горит у вас там приходящий папа у нас приходящий папа он всегда дома просто его не видно так значит одно отделение для техники одно отделение для масок и одно отделение для документов значит по поводу страховки что хочу сказать по поводу страховки так так меня некоторые люди все-таки и не поняли нет я тут с этой стороны нет данных сейчас я уберу а то я прошу раз уже засветила какие-то данные мама и значит смотрите из-за того что мама у нас есть 70 лет мы ей сделали дополнительную страховку от инго страха значит страховка это обошлась вот маме 8191 рубль и застрахована она на 100 тысяч долларов на 15 дней на то время пока она едет помимо этого у нас есть стандартная страховка которая входит в тур вот эта страховка на 40 тысяч евро и плюс нужно будет заплатить франшизу 30 евро то есть если вы вдруг заболели то вам соответственно нужно будет заплатить 30 евро сперва потом только вам уже окажут помощь значит это то что входит в тур это то что дополнительно приобретали помимо этого от пакета услуг сбера премьер бесплатно вам выдают вот карту пас приорити вам рассказывала и вот такую вот страховку причем в страховке какой плюс большой что она и на вас и на вашу семью то есть вы можете включить там любого члена своей семьи но единственное что условия что в возрасте в общем 70 лет ограничений мы сюда включить не могли а я не понимаю некоторых даже нет вообще сбербанка так вот вот страховой лимит здесь в этой страховке 100000 тоже евро поэтому когда меня спрашивали что-то шли ну потому что курс доллара сейчас где-то 77 см меняли последний раз доллару то нет 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 73 по сейчас был я не буду каждый знает курс доллара а евро он больше вот поэтому вот за вот эту страховку мы ничего не платили и к вид сюда входит и все на свете мало того здесь знаете что здесь очень много фишек вот в этом сбербанке премьеры потому что тут еще входит экстренная стоматологическая помощь на 200 евро она не везде входит не во все страховые случаи включена стоматологическая помощь потом если у вас задержали рейс расходы связаны с задержкой рейс начиная с пятого часа на не более 12 часов в размере 800 евро оплачивать если рейс задержали это раз да если потеряли багаж 500 евро от 2000 до 500 евро но здесь вот она прям вот такой вот что вы можете посмотреть в целом целом я надеюсь что я ничего не забыла и все взяла значит если у вас есть еще что-то в списке что вы обязательно берете с собой и этого вы не увидели у меня напишите пожалуйста может быть я кстати что-то забыла потому что видео это выйдет на день раньше нашего отъезда я еще успею что-то с собой взять ну а всем как всегда желаю добра удачи позитива и очень надеюсь что совсем скоро мы увидимся с вами вновь и если мне не придет заранее посылка василька завтра в дом каким-то чудесным образом то соответственно мы с вами увидимся еще уже в турции а если завтра придет василек то значит соответственно мы увидимся с вами еще в воскресенье пока 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 это кстати наш самый нам же арбуз